Козак заявил о наличии некачественной нефти еще в двух нитках «Дружба». Российский вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий ТЭК, сообщил, что некачественная нефть по-прежнему заполняет две нитки трубопровода «Дружба». Об этом он заявил журналистам в четверг, 16 мая, по итогам встречи со своим белорусским коллегой Игорем Лишенко. «У нас до освобождения трубы еще есть 22 часа дня по одной ветке, 7 дней по другой», цитирует Козакария Новости. Лишенко со своей стороны уточнил, что некачественное сырье содержится в двух из трех веток «Дружба». Одна из них идет по северу Белоруссии в сторону Полоцка, две по югу, в Польшу и на Украину. «Дружбу» скрипят штрафами, санкции за грязную нефть хотят ужесточить. Компаниям придется платить до 2% от оборота в случае нарушения технических стандартов. Козак отметил, что пока сумма компенсаций, которую Транснефть будет выплачивать в связи с загрязнением нефти, не определена. «Сегодня надо завершить физическое устранение всех последствий. Если мы будем заниматься только этими расчетами и попыткой посчитать, сколько кому выгодно, мы сместим акценты на другие задачи», — заявил вице-премьер. О том, что компенсировать ущерб после чрезвычайное происшествие будет Транснефть, Козак сообщил накануне. В тот же день глава Минэнерго России Александр Навак заявил, что общий ущерб от загрязнения не превысит 100 миллионов долларов. По его словам, Россия будет обсуждать с Белоруссией сумму ущерба, и загрязненная хлором нефть может быть впоследствии продана с дисконтом. Ненадлежащее качество нефти, поступающей по дружбе, обнаружили в Белоруссии в апреле. Утром 30 апреля страна полностью прекратила прием сырья. В тот же день стало известно, что загрязнение было совершено умышленно. Президент России Владимир Путин отметил, что инцидент нанес Москве серьезный материальный и имиджевый ущерб. Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрывали схему загрязнения нефти в дружбе. Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода стали 6 человек. Четверо из них арестованы. Следствие считает, что они организовали преступное сообщество и похитили нефть на сумму не менее 1 миллиона рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлор, содержащий соединение. 2 мая чистая нефть поступила на белорусскую границу. 11 мая Мазырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии начал ее переработку.